Всем доброе утро! Начинается московский влог. Сегодня 5 утра. Сейчас буду будить детей. Будем уже отправляться в путь-дорожнику. А пока мне нужно собрать гостинцы, всю вот эту ягоду, замороженную. Если не забуду, покажу еще полный багажник гостинцев. Ну что, здесь черника, клубника, земляника, малина. Полный багажник. В основном это здесь все гостинцы. Картошка, деревенская помидорка и все прочее. Полет нормальный. Мы сейчас остановили всю Саранска, перекусили и выдвигаемся дальше. А третий? Тогда было очень сложно. Приехали на месте. Будем неделю в Москве. Приехали просто отдыхать, навестить друзей, родных. Сейчас мы будем выгружаться и ужинать. Москвичи очень любят картошку деревенскую и помидору. Только посмотрите, какая красота нас здесь ждет. Это получше, чем в ресторане. Вкуснотища, запахи. Ой, спасибо. Дорогих гостей ждали. Красотища какая. Красиво. Посмотрите, какой красавец здесь. Здесь чумусечка. От гостей к шоке не выходит пока к нам. Мы когда заснем, вот он будет выходить, нас нюхать. Надеемся, что привыкнет уже чумусечку. Полночки. Давайте спать. Завтра ранний подъем. Завтра у нас в бане. Грандиозные планы. Так что надо набираться сил нам с дороги. Давайте, мои хорошие. В следующий раз, пожалуйста, еще какие-то. Доброе утречко. Приехали мы сейчас в банный комплекс. Это в Монино. По-моему, она называется гарнизонная. Я не знаю. Специально приехали в 10-ти к открытию, чтобы никого не было. Мы были здесь все одни. Банька чистая. Здесь купили. Сейчас я покажу, как у нас там в нашем царстве. Видите, какая у нас... Все в елках. Теперь поняла, почему ездит именно в эту баню. Потому что, как только я зашла, посмотрела, она такая неказистая. Обычная. Где-то пошарпанные стены. Но обычная, как будто казенная баня, в которую я ходила еще в детстве. Но, когда я уже попарилась, я уже поняла. Потому что, действительно, здесь классный пар. И именно из-за него сюда ездят любители именно попариться. А не просто там VIP под всякие там сауны, с бассейнами. Баня именно по высшему разряду. Мы сейчас попарились. На голове у меня масочка. В общем, будем делать всякие спа-процедуры. Минералочка. Вышли на улицу. Сейчас здесь отдохнем. И снова будем париться. Мы здесь на два часа. За два часа вполне хватает попариться несколько раз. Намыться. И освежиться. Посмотрите, какая у меня прелесть здесь. Маркушечка мой сладенький подарила мамочке. Банька шикарная. Тело все дышит. Прям вот замечательно. Пар наилучший. Поэтому супер. Могу рекомендовать. Что там набрали мы? Ты и... Джи. И джи. Ага. Мы сейчас приехали в купель. Будем обедать. И, может быть, даже я окунусь ни разу этого не делала. Наши застолья. Приятного аппетита. Спасибо. Как вам московская кухня? Местного разлива. Ну, шашлыковье вкусное. Да? Ну, что, я первый раз, как это называется, окунулась. Окунулась. Вода ледяная. Ощущения, я не знаю, рассказывает тоже всякие басни, кто как окунается, из них небес выходит. У меня, видимо, небес нет, я нормально. Окунулась в погонечко три раза, перекрестилась. Только я не с головой. Вот, до лица. И до лицом холодной водой. Вот. Хорошо, все. Мы подъехали к речному вокзалу, чтобы скоротать вечерок, гулять, дышать воздухом и, конечно же, фотографироваться немножечко. Варкуша, как тебе речный вокзальчик? Классный. Варкуша ждет развлечения, их нет здесь. Как тебе Москва вечерняя? Классный. Ой, какая красота открывается. Так, а здесь вот какой-то ресторанчик тоже. Может, как фотографироваться. Ну что, гуляем. Кто на самокатах? Кто на велосипедах? Прогулочки. Прогулочки. Марк, давай, пробуй московскую кукурузу. Какая лучше? Ульяновская или московская? Они такие же. Они одинаковые. Одинаково вкусные? Да. Мы сейчас пешочком идем. До парка дружбы народов? Просто парка дружбы? У нас просто в Леновске парк дружбы народов. Речной вокзальчик понравился. Можно прогуляться, покататься и провести время. Слушайте, мне понравился вот этот парк. Хорошенький, большой, много зелени, пруды, площадки. С детьми можно приходить и самим гулять, и на велосипедах, на самокатах. Очень понравился. Всем приветики. Мы сейчас направляемся к станции Водный стадион. Специально на метро. Сейчас будем добираться до Красной площади, чтобы дети ощутили Москву. Как вам метро? Мы вышли у Угума. Вот она, Москва, Москва. Олеженька, как впечатление тебе, сына? Нормально. Нормально. Вот такая улица вечерами, вся в огнях, но мы здесь днем. Тоже красиво. Вышли в заряде. Будем сейчас гулять, смотреть. Вот такая красота у нас здесь, да, Маркуша? Как тебе Москва, Марк? Кремль? Марк ждет аттракционов. От причала в парк Зоряде отправляется, проезжает в Кремлевскую набережную, в Храм Христа Спасителя, в Парк Культуры доезжает до здания Министерства обороны. Он разворачивается, проезжает в Парк Горького, памятник Петру Первому, возвращается обратно на причал. Полтора часа от причала Ульсинский мост отправляется, проезжает то же самое до Министерства обороны, только он идет дальше. То есть он проезжает еще Лужники, Воробьево город, Новодевичий монастырь и конечный у него будет причал Киевский вокзал. До Киевского вокзала 600 рублей взрослый, 400 детский. Час 15, прогулочка круговая, 800 рублей взрослый, 600 детский будет стоить. Вообще трехчасовой, то есть до Киевского вокзала и обратно. Ну за счет того, что полтора часа туда, я не думаю, что в эти три часа как будет. Нет, мы не хотим, мы как раз время это устроили. Мы даже не знали, что отсюда тоже можно. Если Редисон еще там какой-то, это нужно уезжать, это время, плюс время в дороге, а здесь мы никуда не должны метаться. Поедем. Сейчас в Китай город, но спускаться не будем, идем прямо. Мы хотим еще зайти в израильскую церковь, посмотреть. Конечно, это не церковь, а синагога называется. Южная часть не разговаривает здесь. Возьмите на замок, еще заходите. Прижимание, здесь даже можно перекусить. Кстати, есть бойлер с водой, туалет, раковина, мыло, даже ковшик. Смотрите, здесь даже есть детский ковшик. На втором этаже есть ресторан. Кухня вся еврейская, я так понимаю. Смотрите, здесь можно все приобрести, можно взять даже ковшик. Там все серебро, так интересно. Это для подсвечников. Да, вставляются они, я думаю, для стекла. Ну что, в ресторан дети не захотели зайти посмотреть. Через парк. Как Марк уже на тренажер. Ему сразу же надо попегать, попрыгать везде. Вот это ему по возрасту. В предвкушении просто Макдака. Не хотят они ни Красной площади, ничего хотят Макдака. Потому что мы голодны. По навигатору стоит усадьба, но здесь уже везде видимо, какое-то кафе. Маркуша, выбирай ресторан Тургенев, либо вкусные точки. Вкусные точки. Пикси! В принципе, вот остатки от усадьбы. А так везде есть какие-то пиццерии, ресторанчики. Только посмотрите на эти радостные лица. Это то, что они ждали. То, что им нужно. Московский Макдак отведайте. Перекусили. Прекрасно готовы к новым путешествиям. Но мы хотим еще вернуться на Красную площадь. Министерство финансов. Красивое здание, да. Чишки у меня кинули туда мелочь. Я прям в самый центр попал. И говорят, что желание сбудется. Мы сейчас снова идем в заряде, чтобы попасть на теплоход. Это быстро. Полтора часа, час двадцать маршрут. У нас получился маршрут час двадцать. Шестьсот рублей взрослый. И четырех шестьсот рублей детский билет. Взяли вот такие рожочки шоколадные. Только немного остудиться, да. Что, это наш. Садимся, занимаем места. И путь дорожку. Вика подряд. Берега Москвы распахивали. Лес на них вырубали. И все. Садимся. Нам вообще понравилось, полтора часа хватает, больше не нужно. Три часа, мне кажется, когда без детей можно спокойно покушать, посидеть, расслабиться, как мы до этого хотели бы родить детям. Ну так, на троечку все это интересно, все это не долго. Но понравилась им Москва-сити со стороны. Однажды мы после Египта, когда тоже через Москву летели, и на Киевском вокзале выходили, хотели тоже перекусить. Мы что-то Макдак искали, вот здесь тоже все плутали, почему-то карта нас вела непонятно. Оказывается, он вообще с той стороны, недалеко, но мы нашли его потом. Всем снова приветики. Мы сейчас вышли на станцию Новокузнецкая. Пишу очки дома по пятницкой. Все красиво, как мне нравится тоже. А направляемся мы в Третьяковскую галерею. Идем одни с мужем, без детей. У детей будет другая программа. Какая красота. По пути. Везде. Пока мы здесь плутаем, и повсюду улочки. Красота. Везде. На входе проверяют сумки. И вот у нас будет, например, газовый баллончик. И его укладываешь, берешь жетончик. Потом самое главное не забыть взять образование. Как макияж похож на сегодняшние тренды. Щеки, носик, подбородочек. Даже на губах используется. И даже на глазах румянец. Ты же говорила, моды такая, моды. Теперь я понимаю, откуда у нас фразочки всякие замерка аристократа. Вот. И вот. И вот у нас фразочки. И вот. И вот. И вот. И вот. И вот. закрывать но мы успели все посмотреть потому что в конце там в основном идут иконы что-то из мозаики вы знаете когда я только загуглила по поводу билета написано инструкцию лучше по предварительной записи 800 рублей там 1 маршрут чего какая-то сумма там маршрут другой оказывается вот эти все билеты ходишь здесь а потом еще на крымском полу и вот сейчас мы столько часов проходили естественно уже не до крымского вала кто приходит сюда именно здесь покупает билеты 500 рублей и ты находишься именно здесь никаких ни 800 ни 700 никаких крымских валов никуда ходить не надо потому что сейчас уже просто даже сил нет смотреть что другое хочется сейчас идти перекусить чем мы сейчас и займемся кафешечки много всяких хинкальных но хотелось бы что-то наподобие шашлыкова чтобы было мясо в итоге мы остановились в заведении фрэмбайбастер снаружи очень красиво уютно внутри не понравилось потому что шумно темновато красный какой-то агрессивный цвет мы комбинация с меню в виде вот такой газетки или вот это 2 сырные и также ребра big size и соус теряги чай черный с чабрецом вот на шлипке мясо это очень вкусно мясо буквально разрезать не нужно просто вилочкой отходят эти ребрышки соусом краснецким и крылышки наготове немножечко покажу вам сейчас внутри очень вкусно нам так все понравилось ребрышки безумные крылышки тоже и внутри вот так как я и говорила все темно красный цвет немножечко так агрессивно мне кажется просто после третийковской галереи хотелось уже что-то чего-то спокойненького очень понравилось хорошенькое заведение особенно снаружи внутри после третийковки не хотелось вообще здесь хотелось свежего воздуха мы сейчас идем к метро а вокруг здесь вот такая тоже красота кафешечки мы вернулись обратно мимо третийковской галереи в общем я с московской метро не особо дружу сейчас мне муж говорит все давай мы заходим метро смотри сама все по карте куда выходить я в общем-то там по стрелкам и переходам более-менее справилась сидим в электричке и я вышла на две станции раньше чем нужно было на нашей я не знаю как это работает короче пока метро я не совместим всем приветики в общем вчера мы гостили с друзьями сейчас мы на метро добираемся и мимо самаркандского бульвара 11 потому что здесь есть ателье где продают лисий хвост нужно привезти в подарок вышли из метро плутали здесь и вышли на самаркандский бульвар 137 корпус 11 в общем здесь везде видимо самаркандский бульвар и вот нам сюда здесь всячески есть цвета и даже белый цвет это тоже все леса это до белыми белые леса представляете ну вот это вот по классике как и сказок так и почем это все уже с карабинчиком супер и запаха вроде нет сильного да ничего вдруг кто-то заинтересуется кому лисий хвосты нужны 11 корпус правильный же дом один дом один скобер бесплатной рекламы отелье от метро юго-восточный идти минут десять очень близко если бы мы не заплутали по навигатору давно бы уже были здесь может сейчас красивые бежим на спектакль идеально не может время 30 минут нам примерно 40 же ехать нужно успевать навигатор тебя просто не видел понятно что там все сбивается но сейчас здесь тоже вышли в самом центре тоже ничего не понятно в общем мы прошли мы здесь сделать меня вот так вот вам видно Я только что понял, господи, я взял только что и понял, как выглядит смерть холостяка. Я хочу сделать вам предложение, Мэйнбол! Что? Что вы скажите? Что вы скажите? Я... 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 Очень понравилось, играли все отлично, и декорации, и все у них костюмы такие классные, в общем, я прям в восторге. Сейчас у нас 9 утра по Москве, мы собираемся уже выезжать, сейчас заедем в магазин, докупим всяких снэков тоже в дорогу, водички, и нам предстоит где-то 12-13 часов пути. Мальчики, скажите, как вам впечатления от Москвы? Классно! Очень классно, и очень много всего. Что больше всего понравилось? Остров Мечты и Эксперимента. А Красная Площадь? Ну, Красная Площадь тоже. Красная Площадь и Красная Площадь, да? И Москва-Сити. У меня немного изменилось мнение по поводу того, что раньше, когда я приезжала, постоянные пробки, но я еще тогда приезжала работать, когда целый день работаешь, долгие дороги, мне вообще никак не нравилось. В этот раз я немного взглянула с другой стороны. Есть вот такие места, где ты живешь и выходишь, и рядом у тебя здесь и парки, и все облагорожено, и все удобно. В общем, как-то в этот раз я больше проникла с атмосферой Москвы, и уже начинаешь как-то привыкать к тому, что довольно-таки много времени ты проводишь дороги. Увидимся с вами в следующих видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои другие влоги с других городов. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, и до новых встреч!